МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа День недели. Сегодня долгожданная пятница. Меня зовут Ирина Арефьева. Ближайшие полчаса о самом важном из жизни Уральского федерального округа. Ни конькобежного спорта, ни биатлона в Челябинске и Тюмени не состоятся мировые первенства. Виной всему доклад Макларена. Известного шансоне Александра Новика обвиняют в мошенничестве. По мнению следствия, он обманул пайщиков жилищного кооператива. В Курганской области ликвидировано цифровое неравенство в отдельно взятом селе. И традиционная по пятницам новости культуры, юбилей музыкального шамана и штурм Измаила. Начнем со спорта, но, к сожалению, речь не о медалях и рекордах. В Челябинске и Тюмени лишились права принимать международные соревнования. Речь идет о финале этапа Кубка мира по конькобежному спорту и этапе Кубка мира по биатлону. Все это можно назвать продолжением антироссийской истерии. Татьяна Звежанская подробнее. Решили отделаться малой кровью. Пожалуй, так можно назвать решение Российского Союза биатлонистов. Наша страна, не дожидаясь соответствующих санкций, отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени сама. Поводом послужил очередной секретный доклад Макларена, в котором якобы наши спортсмены уличены в применении допинга. При этом конкретные фамилии не называются. В итоге этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Австрия. Ну а тюменские болельщики не скрывают разочарования. Вообще жесть, мы, конечно, очень расстроены. Мы так-то поклонники биатлона ярые. Причем тут политика и спорт вообще, я не понимаю. Это глупо. Ну раз нас гнобят в седок, вот мы поэтому так терпим все. Очень ждали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. У нас собиралось 15 человек ехать из Калужской области. К нам были приобретены билеты на самолет. Но есть и хорошая новость. Сборная России по биатлону не будет отстранена от международных соревнований. А доказать, что Тюменская область в любой момент готова принять спортсменов со всей планеты, шанс еще представится. Тюмень уже более 20 лет проводит соревнования на призы губернатора Тюменской области. Я думаю, организационный коллектив, который готовил Кубок мира в Тюменской области, на жемчужине Сибири, сумеет найти новые формы для того, чтобы пригласить на эти мероприятия спортсменов топ-10, топ-20, как лыжников, так и биатлонистов, чтобы все спортсмены, которые приедут к нам, здесь убедились, что Тюмень готова к проведению Кубка мира. На этап Кубка мира в Тюмени было продано 25 тысяч билетов. Болельщики уже начали возвращать их в кассы. Сейчас основная задача – это помочь людям вернуть свои денежные средства, потраченные, так скажем. Вся процедура описана на сайте по номиналу.ру в разделе «Отмены и переносы». Еще один серьезный удар нанесен по Челябинску, где весной должен был пройти финал Кубка мира по конькобежному спорту. Причина все та же – доклад Ричарда Макларена. Международная федерация конькобежного спорта решила отменить проведение соревнований, сославшись на рекомендацию Международного олимпийского комитета. Я думаю, что это очень неразумное решение. И не надо, наверное, идти по следам федерации легкой атлетики. Надо наказывать людей, кто виноват в допингах, кто употреблял допинг, но не делать всех виновными. Я считаю, что это просто политический заказ. Между тем, сегодня вечером стало известно о том, что Уральский федеральный округ лишился еще одного мирового первенства. Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года. О новом месте проведения станет известно позже. Татьяна Звержанская, представитель телеканала «Тюменское время», день недели. Допинг-скандалы и многочисленные необоснованные обвинения российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов сегодня прокомментировал на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он считает, деятельность Всемирного антидопингового агентства должна быть прозрачной и аполитичной. Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты. Владимир Путин во время пресс-конференции также ответил на вопрос об экономике, анонсировал подачу российского газа в Крым, в ближайшие дни и дал оценку программой импортозамещения. Путина спросили также о досрочных выборах президента в следующем году в России, на что он отшутился. Возможно, но нецелесообразно. Отвечая на вопрос Ирия накануне про Ельцин-центр, Путин объяснил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, связанные в первую очередь с подачей информации об истории России. Далось задать вопросы нашим ямальским коллегам. Они интересовались перспективами строительства северного широтного хода. Для меня уже ясно, что проект будет реализован. Это хороший, очень нужный для экономики страны проект, потому что он будет диверсифицировать нашу транспортную систему, он будет разгружать транссиб, он будет давать возможность грузить на ямальский порт, который сейчас строится с обеда. У известного шансонье Александра Новикова может появиться повод для тюремной лирики. Его обвиняют в крупном ошенничестве. По данным следствия, он обманул пащиков жилищного кооператива. И сегодня Новикову была избрана мера пресечения. Юлия Пешина расскажет подробнее. Ну вот, нам повезло просто. Пойдемте. Вот эти два наших дома, за эти два дома мы заплатили 140 миллионов. С тех пор вот оно стоит. Уже здесь все рушится. В строительство этого райского уголка, начиная с 2008 года, вложили 65 человек. Деньги несли охотно. Все-таки стройку затеял знаменитый бард Александр Новиков. Но в 2011-м стройка встала. А шансонье, по словам пащиков, резко перестал быть дружелюбным. Новико ведет себя нагло. До неприличия. Я его лично видела один раз. Как он там сказал, этот сброд не пускать. То есть он взял с нас деньги, 140 миллионов, мы сбродом стали. И сейчас, я думаю, у него приблизительно такое же отношение к нам. Отношения испортились после того, как пащики вышли на акцию протеста. Новиков все обвинения отрицал и твердил, что является просто членом кооператива. На самом деле его участие в проекте гораздо шире. Шансонье являлся соучредителем компании-застройщика и бизнес-партнером главного организатора стройки, бывшего замминистра экономики Свердловской области, Михаила Шелеманова. Вчера Новиков несколько часов провел на допросах. А после был явно не в духе. Я ничего не похищал, ничего не совершил противоправного. Это учебник переживает. Причины плохого настроения понятны. После допроса Новикову и Шелеманову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. И сегодня же суд поместил Шелеманова, который имеет паспорт гражданина Израиля под стражу. По версии следствия, бизнес-партнеры вывели со счетов кооператива больше 40 миллионов рублей. Путем злоупотребления доверием похитил денежные средства более 60 пайщиков. За данное преступление, это 159-я часть 4-я, предусмотрено безальтернативное лишение свободы до 10 лет. Между тем, это уголовное дело не первое в жизни барда Александра Новикова. В 70-е он получил условный срок за драку. А в середине 80-х был осужден на 10 лет за изготовление и сбыт поддельной музыкальной аппаратуры. Сегодня, еще до начала судебного заседания, Шансанье не может обойтись без поэтичных заявлений. У меня вообще в этой жизни страхов очень мало. Не страшна тюрьма, страшно бесчесть. На процесс по мере пресечения пришло огромное количество журналистов. По решению суда, пока идет следствие, Новиков будет находиться под домашним арестом в своей элитной квартире в центре Екатеринбурга. И, скорее всего, Александр Новиков не сможет выйти на работу. Напомним, он является художественным руководителем театра эстрады. Юлия Першина, Антон Муханов, День недели. Ну а сейчас, коротко о других событиях в Уральско-федеральном округе. В Кургане заработало новое предприятие по производству лекарств. Завод будет выпускать более 60 различных препаратов, половина из которых сегодня закупается только за рубежом. Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан и другие страны. Реализовать проект стоимостью миллиард рублей за Уралью помогло Федеральное министерство промышленности и торговли. По реализации этого проекта мы выполняем место для государственных задач. И около 30 семейное именование как раз идет из той линейки, которая будет выпускать препараты по импортозамещающему содержанию. Это очень важно. Югорские депутаты предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части повышения безопасности перевозки групп детей. Уже на следующей неделе документ будет доставлен в Федеральное собрание и в соответствующее министерство. В нем, в частности, предлагается обязать ГИБДД сопровождать даже отдельные автобусы с детьми, а также предусмотреть медицинское сопровождение детских групп. Ужесточаются и требования к водителям. Сейчас к перевозке детей допускаются водители категории Д, которые имеют опыт работы один год. Мы предлагаем так, чтобы водитель имел опыт работы не менее пяти лет. Активисты движения «Хрюши против» нагрянули в один из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Общественники искали на полках просроченные продукты по жалобе одного из покупателей, поступившей на горячую линию. Результат не заставил себя ждать. На торговой точке обнаружили овощи, фрукты, полуфабрикаты и салаты с истекшим сроком годности. На Ямале начались массовые проверки пиротехники. К делу подключились инспекторы МЧС. Именно в период новогодних праздников вырастает количество несчастных случаев, связанных с ракетницами и салютами. На предпринимателей, торгующих контрафактными фейерверками, будут составлять административные протоколы. В прошлом году новогодние праздники у нас не зафиксированы ни одного случая, чтобы были люди травмированы именно пиротехникой. Новый год от главы города. Для школьников Челябинска устроили настоящий праздник. Попасть на эту елку непросто, быть отличником мало. Среди зрителей победители Олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Детям показали сказку «Аленький цветочек» и вручили новогодние подарки. Я полгода уже учусь хорошо, участвую в многих конкурсах, в разных олимпиадах. И вот в этом полугодии я заняла первое место по школе по Олимпиаде по русскому языку. Это «День недели», сегодня пятница и мы продолжаем. В Курганской области одно из сел стало передовым по развесию телекоммуникации. Жители Гридянского теперь есть высокоскоростной интернет, а телевизор показывает сотни каналов. На этом примере связисты будут модернизировать сети по всей стране. Из Курганской области сюжет Анастасии Кондрашовой. Так стрекочет старая, ещё механическая АТС 68-го года. Это значит, что где-то подняли трубку, набрали телефонный номер и в данную минуту идёт соединение с собеседником. Более полувека именно эта станция обеспечивала связью жителей села Гридянское. Ей на смену приходит новое цифровое оборудование. И теперь интернет, телефония и телевидение на селе будет не хуже, чем в городе. Выходить на связь с селяне будут быстрее. Вот эта вот вся станция по сравнению с той потребляет, ну буквально в 20, даже, наверное, не по-моему, в 300 раз меньше электроэнергии, нежели вот этот вот вся, весь этот автозал, который был раньше. Гридянское стало по-настоящему передовым селом в стране по развитию телекоммуникации. Здесь провели, пожалуй, самую масштабную работу по строительству и модернизации сетей связи. Теперь в каждом доме не то что телефон, есть высокоскоростной интернет, а телевизор показывает не менее 200 каналов. Ну, раньше как-то было телевидение, было, конечно, вот все время что-то мешало, кубики какие-то все это мешало. А сейчас вот вообще никаких не помех, ничего нету. И это интернет, что как-то быстрее скорость стала и все. Ну, в общем, нравится. У меня сын, 18 лет, ему очень нравится. Говорит, мама, вообще хорошо, классно вообще. Телеком «Революция» в Гридянском – это пилотный проект. Именно его опыт будет использован связистами в дальнейшем. Зауральская глубинка станет образцом для сел всей России. Всем жителям нашей страны современные услуги и связи будут доступны. Хочу сказать, что наша компания еще другой проект реализует. Это проект ликвидации ровного неравенства. Мы делаем это по поручению президента. Каждый год подключаем тысячи населенных пунктов. Они вот эти два проекта держатся параллельно. Те технологии, которые отработаны здесь, они будут уже дальше отрабатываться и реализовываться в других деревнях. То есть это такой, как бы, получается, селу реально повезло. Это испытательный пункт, где у жителей есть возможность попробовать все технологии, посмотреть, что лучше, кому что нравится. Устранять обрывы на линии связи связисты тоже теперь будут быстрее. К Новому году они получили ключи от новых машин. На УАЗиках ремонтные бригады смогут добираться в самые отдаленные села по первому звонку. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышев. День недели. Далее короткая реклама после новости культуры. Мой коллега Павел Батухтин расскажет о том, как южноуральцы штурмовали Измаилу и о том, как тюменский школьник попал на съемочную площадку настоящего блокбастера. Монетка. Монетка. С 19 по 25 декабря. Конфеты, молоко, жар, птицы, 180 граммов, 49,90. Узнайте больше на нашем сайте монетка.ру. Зачастую поход в муниципальную больницу – это целая история. Время потерянное в очередях, долгое ожидание результатов анализов и немногословные врачи. Решить проблему оперативного и качественного медицинского обслуживания сегодня способен многопрофильный медицинский центр – СМТ-клиника. СМТ-клиника – это мини-государство, которое имеет свою терапевтическую, диагностическую, лабораторную и хирургическую службы. Современный медицинский центр вообще в представлении, что сейчас такое. Это, во-первых, качественно подготовленные специалисты, которые владеют современными методиками лечения. Это, скажем, оборудование, находящее на современном уровне. Наличие в СМТ-клинике специалистов разного профиля – это прекрасная возможность для экономии времени при прохождении комплексного обследования, транспортной комиссии или профосмотра. Собственная лаборатория, оснащенная современным диагностическим оборудованием, позволяет врачам получать точные результаты большинства показателей в день сдачи анализа. Я могу прийти в больницу и прийти сразу же нескольких врачей. Это все происходит быстро, качественно. Я записалась по телефону к врачу и прихожу на прием, и сразу же попадаю непосредственно на обследование. Обращение к специалисту вовремя и без ложного стеснения – это залог успешного лечения многих интимных проблем. Основными направлениями СМТ-клиники являются проктология, урология и гинекология. Доброжелательный и комплексный подход – уважительное отношение к каждому пациенту. СМТ-клиника – это комфорт, удобство и спокойствие. На прием в медицинский центр вы можете записаться по телефону в Екатеринбурге 272-03-00. Монетка. С 19 по 25 декабря. Колбаса вареная докторская черкизовская. 1 килограмм 149,90. Узнайте больше на нашем сайте монетка.ру. Южноуральцы штурмовали Измаил. Тюменский школьник сможет попасть на площадку фантастического блокбастера, а за уральским детям расскажут историю Емели. Меня зовут Павел Батухтин. И в ближайшие несколько минут о самом интересном из культурной жизни регионов Уральского округа. Культурно-военное событие в Челябинске. Историки и волонтеры восстановили сцены сражения русско-турецкой войны и провели штурм Измаила. Зрители увидели Суворова и отведали полевую кухню. Рассказывает Полина Солоб. На Аламполе развернулись настоящие военные баталии. Конница, пушки и целая армия русских гвардейцев. Взятие Измаила организаторы превратили в красочное шоу. Гости праздника увидели эпизоды сражений 1790 года, когда русские войска начали осаду турецкой крепости. Две попытки взять Измаил окончились неудачно. И тогда штурм неприступной крепости поручили генералу Суворову. Вообще к этому действию я отношусь очень серьезно. Потому что в настоящее время поднятие русского патриотизма очень важный момент. Перед сражением боевой дух солдат поднимает решительный Суворов. Хотя в победу верилось с трудом. В кратчайшие сроки были выстроены земляные рвы и развешены чучело имитирующие защитников. Под натиском русских солдат неприступный Измаил упал, а Суворов получил медаль. Скажем, слово Суворов, имя Суворова на слуху у всех. Но спроси кого-нибудь с первого встречного конкретику, где конкретно Суворов. Ну, Альпы, наверное, вспомнит каждый второй. А вот дальше уже, скорее всего, будет заминка. Этот бой до сих пор вспоминают как одну из самых ярких побед в истории. Подготовка к реконструкции сражений началась за несколько месяцев. Форму собирали всем миром. Организаторы собственноручно шили шинели и выстраивали огромные крепости. Вчера репетиция достаточно в таких жестких условиях проходила. Естественно, это не Черноморское побережье. Соответственно, уральская погода накладывает свой отпечаток. Подобные реконструкции в Челябинске проводят регулярно. Сегодня посмотреть на взятие Измаила пришли зрители разного возраста. В финале праздника гостей накормили горячей кашей из полевой кухни, а также порадовали необычными конкурсами с призами. Попасть на съемочную площадку космической саги или мыльной оперы сможет юный режиссер из Тюменской области. Глеб Русаков стал победителем всероссийского конкурса «Поколение М» и тем самым шагнул из малого кинематографа в большой. Короткометражка «Ишимца» и «Эликсир.Отличник» обошла 300 других работ со всей России. Это история о том, что не следует надеяться на чудо, а только на самого себя. Фильм снимали вместе с папой. У Виталия Русакова в «Ишиме» своя киностудия. После победы Виталий Русаков сможет в режиме онлайн получать советы от звезд российского кино и телевидения. Мальчик уже побывал в Москве на знаменитом Мосфильме, но пока только в качестве зрителя. Конечно, хотелось бы бывать вообще на съемках вот таких вот глобальных фильмов каких-то. Ну вот и будет как раз случай в феврале на стажировке в РФГ групп. А РФГ группа, они какие картины снимали? ВИ, 3Д. Фантастического блокбастера маленьким зрителям артисты Курганской филармонии, конечно, не обещают, но погрузить детей в царство скоморохов и обычного русского парня Емели запросто. В городе прошла премьера музыкальной сказки «По щучьему велению». В этом году постановку впервые перенесли с камерной сцены на главную площадку филармонии. Маленькие зрители увидят яркие декорации и танцы, услышат песни под сопровождение живого оркестра, ну и, конечно, увидят, как главный герой Емеля преображается в настоящего принца. По задумке режиссера дети тоже смогут придумать свою сказку. В этом им помогут веселые скоморохи и главный новогодний волшебник. Будет интерактив возле елки, это будет, скорее всего, после уже сказки и с Дедом Морозом, чтобы дети могли пообщаться с дедушкой. У нас, кстати, Снегурочка маленькая девочка, вот, поэтому внучка, самая настоящая, ребенок, так что очень милая. Его песни ямальцы считают народными. Композитор и певец Семен Няруи отметил 70-летний юбилей. Музыкальный шаман, так Семена Няруя прозвали ямальцы, родился в Чуме, окончил Салихардское культпросветучилище и Ленинградскую консерваторию. За свою творческую карьеру написал десятки песен о ненецких буднях, о трудной жизни в тундре и, конечно, о любви. И последнее. Музей истории Екатеринбурга отмечает небольшой юбилей. Десять лет со дня масштабной реконструкции. Сегодня, наряду с традиционной экспозицией, в музее используют альтернативные способы работы с посетителями. Об этом и о планах по развитию моя коллега Татьяна Звержанская побеседовала с директором музея истории Екатеринбурга Сергеем Каменским. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, какой самый ценный экспонат в музее истории Екатеринбурга на данный момент? Ну, у нас, наверное, такого прям одного какого-то назвать трудно. Скорее мы говорим про то, что сегодня самый ценный экспонат, который мы видим, это истории людей, которые мы собираем. А какая из них самая ценная, ну, наверное, так нельзя сказать. То есть мы вот не гонимся за какими-то уникальными экспонатами, мы прежде всего собираем истории жителей города. Это наш самый главный экспонат. А в чем выражаются эти истории? В каком виде? Эти истории мы записываем в аудиоформате, в видеоформате, расшифровываем. То есть это такой архив личных историй горожан. Часть этих историй представлена в разделе почетные граждане Екатеринбурга. То есть это истории людей, которые таким образом признанные. Но очень много непризнанных, скажем так, официально почетных граждан, но они не менее интересные. Для нас интересна история разных районов, разных производств города. И в этом плане это история обычно конкретных людей, которые все это делали. Но на самом деле выставочные проекты, многие музеи, строятся именно на личных историях. Вот, например, была выставка, посвященная эвакуации. Там мы собирали историю людей, которые как раз пережили вот эту очень важную во время нашей страны, да, вот эту ситуацию. И на их историях строилась вся выставка фактически. То есть выставка была выставка личных историй. У нас, например, выставка, вернее, не выставка, а экскурсия, спектакль по Уралмашу «Автобус 33» тоже полностью строится на основе личных историй. То есть здесь вот такие формы, когда можно, наверное, к прошлому не как-то с точки зрения даже знания подойти, а с точки зрения, наверное, больше эмоций. Как в музее относятся к дарителям? Часто ли к вам приходят и приносят что-то, чтобы попало на выставку? Вообще к нам практически каждый день приходят. Да, наш фондовый отдел, он во многом такой отдел работы с посетителем на самом деле, потому что постоянно приносят вещи и коллекционеры, и частные лица, и как раз-таки вот при передаче этих вещей очень много воспоминаний, историй. И мы, безусловно, готовы принимать эти вещи в большом количестве. То есть если у вас есть действительно что-то, чем вы хотите поделиться, то знайте, что мы вас всегда примем. Ну а что это, например, что в основном приносят? Можете привести какой-то пример? Очень разные вещи. Какие-то могут быть, например, недавно получили коллекцию мебели. То есть вот, например, мебель была середины 20 века, люди меняли, делали ремонт и просто подумали, что может быть она кому-то интересна, оказалась действительно достаточно интересным экземпляром, мы, например, ее приняли. А с ней там была целая история. Она была привезена из Германии как раз вот после Второй мировой войны. Там оставался человек служить и привез с собой фактически такой вот дар. И в этом плане это может быть бытовая какая-то одежда, что тоже нам интересно. Вот мы собираем коллекцию по 20 веку. Вот у нас вот в этой выставке «Панама, тяпка, домино» очень много предметов, казалось бы, ну, таких совершенно обыденных. Да, но если подойти к этому исторически, там, лет через 10-15, это все станет, ну, просто таким раритетом уже. И мы собираем сегодня, можно сказать, даже там ближайшие годы, там, 20-30 лет назад, такой повседневности. Сергей Юрьевич, а как Вы считаете, вот сегодня Музей истории Екатеринбурга соответствует запросам современного посетителя, современного туриста? У нас на самом деле, вот как раз через такой подход личностный, да, я думаю, что есть ответ на запрос именно и туриста, и горожанина, то есть возможность как-то лично прикоснуться к истории города. Другое дело, что нам, конечно, надо создавать постоянную экспозицию по истории Екатеринбурга, потому что у нас много временных выставок, а вот так, чтобы человек мог прийти и, например, 19-й век, 20-й век, вот прям как-то системно для себя понять, пока такого, к сожалению, музей ему предложить не может. Это наша задача на перспективу, что музей развивается, и постоянные экспозиции только начинают здесь создаваться. И только с отлетием города, это наша главная цель, чтобы вся история города была в одном здании полностью представлена. Ну вот вы когда пришли работать в музей истории Екатеринбурга, не так давно, и сразу сказали то, что как раз музею не хватает масштаба. Что вы имеете в виду? Ну вот вы уже сказали, да, может быть, такая постоянная выставка. Что еще? Ну прежде всего речь идет о том, что мы комплексно к исследованию феномена города, да, должны подойти. То есть долгие годы музей занимался нащупыванием вот этого, своей ниши, скажем так, да, то есть это история прежде всего 20 века такой нишей стала, здесь действительно материалов было собрано мало в городском масштабе, и выставка за выставкой, тема за темой мы эту, в общем, историю начали поднимать. И сейчас вот как раз такая точка, когда можно уже перейти к более такому комплексному и системному представлению вообще всего феномена, да, Екатеринбурга как такового. И мы здесь зашли через несколько направлений. Прежде всего это история городских районов. И в этом плане год за годом весь наш город превратится в такой туристический, я бы сказал, маршрут, когда и на Фторчерметии, и на Юго-Западе, и там на Визии, и на Уралмаши уже сейчас, да, сегодня, можно будет действительно и с экскурсией прогуляться, и путеводителя купить, и на выставку сходить. То есть это наша основная задача, потому что город Екатеринбург, большой, полуторамиллионный город, это вот город, прежде всего, рожденный в советское время. И вот эту историю комплексно мы хотим, прежде всего, представить. В этом мы видим нашу основную такую миссию, наверное, задачу на ближайшие годы. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, за беседу. Удачи вам, работе.